Ну что, вот такой столик заняли. Джон себе взял сэндвич, а я ничего, только кофе. Сэндвич вкусный, очень даже. Ну что, попробуем. Честно говоря, я не очень-то и хочу. Говорит, печеная картошка. Ну да, вкусненько с этой кафешкой. Wish'n'Works, ну я вам говорила. Здесь как раз мы заказываем очки по страховке Джона. Так, вот симпатичные очки, да? Смотрите, какие. Мне нравятся. Так, такие еще тоже симпатичные. Очень даже дорогие. Нет, эти мне не подходят. Мне нужно дешевле 150 долларов. Девочки. 159. Прикол. Так. Ой, целая работа выбрать очки. Девчонки. Сколько эти стоят. 129. Perfect. Смотрите-ка. Вот. Вот эти и буду брать. Класс. Смотрите, какие. Сейчас померю. Я что скажу. Такие неплохие. Лакосты, конечно, классные. Смотрите, какие большие, удобные. Ну, дорогие. Я нашел для меня, Джон, этот. Джон все нашел. Да, я люблю. Я очень люблю. 129. Да. Я люблю. Очень красиво. Блок. Я очень люблю. Ругается, Джончик. Тут у нас пробка впереди, короче. И мужик влез прямо вообще. Ну, он ему сигналит, сигналит, а этот вообще не слышит ничего. Ругается. Ах, мужики. Вот я говорю, мужики везде одинаковые. Someone thinks the whole neighborhood wants to hear their music. Oh, yeah. That's so annoying. Видите, как. И музыка ему тоже не нравится. Ну, что хотела сказать. Не состоялся appointment. У Глазного. Ну, вы поняли. Потому что она говорит, сейчас нужно это делать заранее. Раньше вообще приходишь и сразу к доктору. А сегодня нет. В общем, ребят, да, стоим в пробке. Он меня просит пойти погулять с ним. Я говорю, ну, пошли. Так. Джончик свои кроссовки переодевает. Говорит, эти удобнее. Ready? Ну, все. Побежали. У нас, на самом деле, 40 минут. Не могу найти жасмин, девочки. Посмотрела на ebay. Написано садовый жасмин. Это вот есть и на русском. А он есть, знаете, какой арабский, по-моему. И еще. Ну, в общем, много разновидностей жасмина. Я не знаю, какой точно. А мне хочется, вот как у меня в детстве было. По-моему, он просто называется садовый жасмин. Вот, смотрите, какие они установили дорожки. Специально делать упражнения. Джончик растяжку сделал. How you feel, спортсмен? Good? На десятый круг идем? Ну что, мы дома. Пришли с прогулки. Ребят, так устали. Сейчас займка приедет. Идем его встречать. Джон устал. Говорит, не спеваю за тобой. Говорит, ты так быстро ходишь. Я, говорю, ты как хотел. Вот так со мной ходить гулять. Сам напросился. Джону позвонили из компании страховой. А я пошла Дэвида встречать. Слышите? Мороженщик хитрый приехал специально в это время, когда дети из школы приезжают. Не знаю, посмотрим. Я на всякий случай 5 долларов взяла в кармане у меня здесь. Ой, погода как хороша, девочки. Такую прогулку сделали отлично. Вы себе не представляете. Очень хорошо. Кстати, видели нашего соседа. Он сидел на улице. Сейчас посмотрю, сидит, не сидит. А он сидит, видите? В общем, вот так. Так, сосед сказал, хочет завтра гараж сейл устроить, ребят. А у нас столько планов, не знаю. Мне тоже гараж сейл нужен. Зайенька едет. Пошел скакать на батут. Смотрите, весь грязный, чумазый. Сегодня пришлось штаны надеть с утра, ребят. Было прохладно. Я говорю, погода распогодилась вообще на глазах. А сейчас жарко, конечно. Смотрите, как обезьяна. О май гад, show me your pants. Да, take it off. Да, снимай, снимай носочки. Вот так. Все-таки батут отличное дело. Особенно для пацанов, вот для этих обезьян. Столько энергии, девочки. Вы себе не представляете. Ну, хотя вы представляете, что мне вам говорить. Дадди все разговаривает с компанией страховой. Все что-то там, не знаю. Говорит, много платит. Поэтому не хочет платить. Ну, как он хочет, он просто не хочет очень много платить. Так, мне нравится, как он играет с машинками. Такое зрелище милое. Так, ребятки, Джончик уехал в аптеку. Там что-то ему, таблетки надо забрать. А я, смотрите, хочу подготовить креветки. Будем сегодня на гриле готовить. Значит, моя задача их помыть и замариновать. Фарм. Ну да, Джон купил фермерские креветки. Я обычно дикие покупаю. 31-40 штук в паунде. А паунде, ну, это где-то чуть больше 400 грамм. Ну что, начинаем мыть. Вот, видите какие. Ну, пока моим креветки, ребят, хочу поговорить на такую тему. Я, конечно, знаю, что, в принципе, все уже об этом говорили. Все все знают. По поводу того, что американцы действительно толстые. Ну, большинство из них. И вы знаете, я хочу сказать, что, по сути, это даже не вина. Просто так получается. А еще, что больше всего мне не нравится, вот когда вы идете на вечеринку к американцам. У них же там тоже нездоровая еда на самом деле. Но, опять же, это я не то, что, знаете, возмущаюсь. Они мне должны там деликатесы, там все органик. Нет. Ну, я просто говорю, что, как говорится, что есть, то есть. А для детей это вообще катастрофа. Вот последняя вечеринка мы были у друзей Джона. Ой, мне вот на их дочку, ребят, жалко глянуть. Ну, ребенок ест все подряд. Ну, реально. Ну, вот один капкейк, потом мороженое, потом еще что-то еще. И вот так целый день, ребята. А вечеринки они устраивают каждую неделю. Мы даже уже отказываемся, мы не ходим к ним на вечеринки. Ну, потому что это слишком много. Знаете, каждую неделю вот эта вечеринка, это, конечно, с ума сойти. Особенно для меня. А если говорить об обычных американцах, то, ребят, они покупают дешевую еду. И, сами понимаете, она не самого лучшего качества. Люди работают целый день в машине, там то и сё. И, получается, едят вот эти вот отходы, я бы так сказала, что подешевле. Соответственно, набирает вес. Очень много американцев, мне их жалко, ребят. Конечно, есть какой-то процент американцев, которые постоянно занимаются спортом. Но, как правило, это богачи, которым заняться нечем, кроме спорта. А все остальные, вот, да, как называют, regular people, обычные люди, они все толстые. Продолжение следует...